Новый Верховный суд впервые в истории независимой Украины выбран на прозрачном конкурсе. Определены 113 победителей, которые и вошли в состав суда. В рамках реформы он заменит все касационные судебные институты. Четверо судей Верховного суда, выпускники Национального университета Одесская юридическая академия, в рамках проекта «Спасибо, Альма-Матер. Честный суд. Корнями со студенчества» посетили родной вуз. Во время визита они встретились с журналистами и провели брифинг. Верховный суд представляет 4 касационных суда и Большую палату. У нас есть единый Верховный суд, я считаю, что это очень позитивно. Потому что, опять же, наш направление – это единство судовой практики и стальность. И формование самой единой юрисдикции, оно должно позитивно влиять на право в целом. Судей Верховного суда благодарят Альма-Матер за качественное юридическое образование, позволившее им зайти на вершину судебной системы. У меня от моего учебного заклада только солнечные вспоминания. Тут близкий профессорский и выкладательский склад, который заклали в меня основы и сделали из меня личность как юриста. Я за это безмежно благодарен. Наш ВУЗ дал мне глубокие знания, умение обрабатывать материал, работать над собой. И, конечно же, я очень благодарен нашему учебному заведению за то, что именно базис, основы юридических знаний, умение работать были заложены именно здесь. Очень тепло руководство ВУЗа нас приняло. На самом деле, господина Кивалова, я второй раз пожел ему руку в жизни. Первый раз, когда мне вручал диплом. И вот сегодня есть такая возможность еще раз вернуться к этому, поближе с ним пообщаться. Действительно, очень достойный человек. Спасибо ему за организацию действительно такого нужного мероприятия. Я звольнився с лав университета лише 8 листопада этого года. То есть я до последнего времени выкладывал, читал лекции и даже практические занятия проводил. Мне всегда приятно быть дома, быть в родных стенах, особенно сегодня, в такой день, когда я могу встретить своих коллег, своих вчителей, и сегодня своих студентов. Моя освита и моя подальше науково-викладательская деятельность были связаны с Одесскою правовой школы, с Одесскою школы права. Те, яка я людина на сегодняшний день, те, який я маю ценности, устремления, божания, прагнения, это все мне дала моя освита и моя науково-викладательская работа. Татьяна Анцупова и Елена Белоконь поздравляют родной вуз с 20-летием и вспоминают, как в 1997 году из юридического института переходили во только что созданную Одесскую государственную юридическую академию. Я вступала туда, до юридического факультета, а в 1997 году, когда створилась юридическая академия, сделала свой выбор и перейшла учиться до юридической академии. Матеріально-технічная база была набагато гірша, но я и другие студенты ишли за профессорами, профессорский-викладательский стат, ищут сюда. И, например, у гуру цивилистики Юрій Семенович-Червоний, он тут выкладывал, поэтому много ишли за профессорским-викладательским статом. Для меня это было значимым. Честно говоря, условий не было вообще никаких, но мы были достаточно мотивированы и поверили, что действительно построим новый учебный заклад, следуя те традиции, обучения Одесской юридической школы, которые уже на тот час существовали. Также судей Верховного суда провели встречу со студентами-преподавателями Юрокадемии, юристами и общественными организациями Одессы. Отметим, что Одесская правовая школа занимает третье место в нашей стране по количеству прошедших конкурс судей Верховного суда. Восемь из одиннадцати представителей данной школы – выпускники и преподаватели Национального университета Одесская юридическая академия. Поприветствовал высоких гостей президент Одесской юрокадемии и ректор Национального университета имени Мечникова. Госпожа Данишевская стала первой в Украине женщиной-председателем Верховного суда страны. Я думаю, что это еще одно свидетельство того, что в Одессе в двух университетах готовятся кадры правовые высшей квалификации. И мы надеемся, что те знания, которые они получили в наших университетах, которые они несли в свое время студентам, уже будучи преподавателями или практическими работниками правовиками, послужат делу становления нового Верховного суда. Это очень хорошо и очень престижно и очень здорово, и мы искренне радуемся именно этому. Профессор Ансупова, я уже говорил, она заведующая кафедрой международного права и хороший преподаватель профессор. Жалко, конечно, что она ушла, да, и многие другие, но для судебной системы я думаю, что это находка. Я не знаю, какими они будут, честно говоря, судьями. Надеюсь, во всяком случае, что хорошими судьями Верховного суда. Сергей Кивалов уверен, что судебная реформа нуждается в кардинальном пересмотре. Давно назрела необходимость выборности судейского корпуса. В украинских реалиях залог эффективности работы судей в избрании, а не назначении на должность, как и в введении механизма отзыва судей, потерявших доверие граждан. Я думаю, что следующий этап реформирования судебной системы, он будет связан с тем, что нужно вернуть право граждан Украины избирать судей. Такого у нас еще не было за годы независимости нашей страны. Но я вижу, что если это провалится, я искренне хочу, чтобы все было хорошо. Я очень хочу, чтобы судебная система заработала. У нас сегодня очень модно обращаться к законодательству Соединенных Штатов Америки. Так я вам хочу сказать, что в Соединенных Штатах Америки половина штатов избирается судей. Народный депутат Украины, президент Одесской юрокадемии, также неоднократно выступал с инициативой ввести новый институт мировых судей. Граждане имеют право избрать себе судью в сельском районе, который будет рассматривать незначительные правонарушения, которые совершаются в том или ином регионе. Отметим, что сейчас профильные кафедры Одесской юрокадемии работают над внесением правок в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Наталья Апара, Константин Гречаны, Юлия Польнова, Анастасия Кричко, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».